Какое предназначение дается тебе как женщине на основании Писаний? Часто Голливуд и культура пытаются накинуть на женщин то, что они не должны нести. А когда женщины поступают по Библии, они пытаются сделать так, чтобы они чувствовали себя никчемными, хотя это и не так. В итоге женщина может выйти за пределы той цели, ради которой Бог ее создал. Такое бывает. И в таком случае они просто не могут себя реализовать. Я имею в виду женщин. Так каковы же цели в жизни женщины на земле? Мы начнем с того, что Ева была создана, чтобы быть помощницей Адама, помогать ему в развитии Царства Божьего. Это была изначальная причина. Кроме того, она была создана для размножения. Плодитесь и размножайтесь. Бог хочет видеть благочестивое семя. Но часто, если женщина не замужем или у нее нет детей, то она думает, что она неполноценна. Но это не так. В первую очередь Бог создал нас, чтобы вы были его дочерьем. Он хочет, чтобы вы знали его и поклонялись ему. Вам нужно посвящать все внутри себя на это. Кроме того, как говорит Писание, мы должны вкладывать в молодых женщин. Мы должны вкладывать в них. Мы должны учить их тому, как служить Господу, как быть благочестивыми женщинами, как быть хорошими дочерями, женами, матерями. В общем, следовать тому обетованию и тому закону, которые Господь сказал в Своем Святом Слове. Кроме того, вы должны вкладывать свое сердце в дом. Это не значит, что вы не можете брать ресурсы за пределами дома, строить карьеру или заниматься другими делами. Но ваше сердце должно быть дома. Ведь именно для этого Бог создал его. Без этого дом не будет таким, каким должен быть. Бог создал женщину, чтобы быть с мужчиной. Нехорошо быть человеку одному. Но человек должен заботиться о том, что ему дал Бог. Суть в том, чтобы прославить Бога, вознести Христа в нашей жизни. Многие женщины думают, что это унижает их. Но нет. Дух Святой называется помощником. Унижает ли это его? Вовсе нет. Он очень и очень важен. Каждая имеет одинаковую ценность, но Бог дает порядок всему. Бог говорит, что невидимое важнее видимого. Как в теле Христовом, так и дома. Поэтому я хочу ободрить вас, женщины. Вы можете делать то, к чему вас призвал Бог. Но, пожалуйста, не оставляйте свое сердце вне дома. Бог показал мне, что самое важное наше дело — это наш дом и наши дети. Думаю, все женщины со мной согласятся. Наш брак, дом и дети. Многие фокусируются на другом. Но вы должны разобраться с этим, прежде чем фокусироваться на чем-то ином. Библия говорит об этом в контексте лидерства. И если это так, тогда вы можете заботиться о цели Христовом. Очень важно, чтобы женщины понимали это. Мир пытается сделать так, чтобы вы чувствовали себя, скажем так, униженными. Но это не так. Итак, вопрос для вас. Сара, ты можешь ответить первой. Как твоя мама повлияла на тебя? И чему ты научилась от нее? Я могу говорить об этой теме много дней. И не потому, что сегодня День матери, а потому, что у меня действительно удивительная мама. Больше всего на меня повлияла ее жизнь. Я не была простым ребенком или подростком. Слава Богу, что он положил конец этой непростой фазе и помог мне стать простой. Я не собиралась служить Господу всю свою жизнь, будучи подростком. Естественно, я об этом не думала. Но она никогда не переставала молиться за меня. Она никогда не переставала. Она всегда молилась за меня и была в этом верна Господу. Однажды моя мама сказала, что пойдет ради меня в огонь, пойдет по битому стеклу, если это поможет мне попасть туда, где меня хочет видеть Господь. Больше всего она повлияла на меня благодаря своей постоянной непрестанной молитве. Я знала, что она сидела у себя в комнате и плакала о моей жизни, когда я поступала неправильно, когда не слушалась ее, когда она знала, что я врала ей в лицо. Она сидела и была верна мне. Она любила меня безусловно, так, как любит наш Господь. Это не значит, что она занижала стандарты. Ты говорил об этом в прошлый раз. Она никогда не занижала стандарты. Она всегда имела высокие стандарты, встречалась со мной на моем уровне, а затем говорила, «Я подниму тебя туда, где ты должна быть, где тебя хочет видеть Господь». Я бы действительно не сидела здесь, не имела бы этой жизни, не имела своих детей, своего мужа, если бы не ее молитвы. Я не буду плакать. Поэтому, мамы, если вы молитесь сейчас за ребенка, то и в старости, не обязательно сейчас, они обязательно придут к Господу. У них есть время. Возможно, даже когда вас не будет, но сила молитвы истинна. Господь слышит молитву матери. Именно этого я и прошу для своих детей. Я молюсь за них всегда. Аминь. Да, это очень важно. Это тот вопрос, на который я должна была ответить первой. Во-первых, Джейден, можешь встать на стул и помахать всем. По машинам, пожалуйста. Это Джейден, моя старшая дочь. Сегодня утром она хотела прийти в церковь, и я горжусь ей. Я тоже не была простым ребенком, знаете ли. Но сегодня я хочу сказать вот что. Если вы знаете меня, то знаете, что я люблю смеяться над собой. и этим я обязана своей матери. Она не смеялась надо мной. Она научила меня смеяться над собой и над жизнью, но никогда не плакать. Это драгоценный урок. Это то, на чем я хочу строить и дальше. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда поплакать, но не стоит плакать над пролитым молоком. Лучше посмеяться и выбросить подушки. Я выбросила свое платье, потому что вчера моего ребенка вырвало на него. Вот такие дела. Но я знаю, я знаю, что все будет хорошо. Над некоторыми вещами лучше просто посмеяться. Не быть серьезными, и тогда все будет хорошо. Это то, чему я планирую научить своих детей. Можно плакать, но давайте больше смеяться. Писание говорит, что смех — это лекарство для костей. И я верю в это. И если мы мало смеемся, то жить не так уж весело. В общем, я должна была отвечать первой. Моя мама служила самоотверженно. Она всегда ставила других на первое место. Сегодня утром мы читали послание к филиппийцам, где говорится, что мы должны думать не о себе, но о других. И я понимаю, что это место о моей маме. Она всегда думала о других. Она также была верна церкви и вложила вложила это чувство в меня. Она верна, да. Как-то когда шел снег, помнишь, да? Да-да, сильный снег. Она не любила рисковать, но нужно было ехать в церковь. Я не мог поверить в то, что она решила ехать. Она была верна. Она все время служила бедным и страждущим. Не имеет значения, какой была погода и как она себя чувствовала. Она просто ехала туда. И это удивительно. Она также научила меня служить тем, о ком забывали, и посещать тех, кого не посещали. Я чаще ходила на посещение в первые 10 лет своей жизни, чем большинство за 80 лет. Она говорила, по соседству есть одна женщина. Родные к ней не приезжают, так что мы проведаем ее. Когда нужно было поститься о чем-то, то она спрашивала Синди, а от чего воздержишься ты? А я говорила, я воздержусь от брокколи. Она говорила, нет, 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 ты воздержишься от того, что больше всего любишь. Вот такая была моя мама, верная и посвященная. Кстати, это касается не только матерей, но и бабушек. Сколько у нас бабушек в зале? Вас много? Вы тоже играете важную роль. Если помните, когда Павел обращается к Тимофею, то говорит, что он научился Писанию, тому, что делать и чего не делать, через свою бабушку и маму. Две женщины так сильно повлияли на его жизнь. Мамы и бабушки могут заложить основание Иисуса в нашу жизнь, которая родит Тимофеев Тимофеев и Есферий, они получат силу для того, чтобы творить великие вещи в этом мире. И все это, поверьте мне, начинается с дома. Во Второзаконии, в шестой главе, говорится о том, что, просыпаясь, они говорили о Боге. Они шли и говорили о Боге, садились, ели, ложились и говорили о Боге. Да, кроме того, филиппийцам в четвертой главе девятом стихе сказано, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. А восьмой стих говорит, что он имеет в виду и Бог мира будет с вами. Мы не можем недооценивать свое влияние. Вот почему так важно, как мы ходим, что мы говорим и как мы реагируем. мы должны понимать, что если мы рассказываем ребенку о Христе, но живем совсем иначе дома, то ребенок будет видеть, как вы плохо общаетесь с супругой, как вы нервничаете, когда должны молиться или доверять Богу, как вы говорите о других или делаете что-то. Все это оттолкнет вашего ребенка от Бога, а не приблизит к нему. Вопрос в том, как мы живем. Моя мама является чудесным тому примером. Когда я рядом с ней, то она говорит, послушай эту песню поклонений. Вот что Бог показал мне в Писании. Она постоянно указывает на Иисуса, на правильные вещи. Некоторые люди видели в своей жизни другое влияние, негативное, и от этого восприятие жизни у них совершенно иное. Мои же родители показали мне позитивное восприятие жизни. Да, возможно, вы не можете сказать, моя мама не была такой чудесной. Но мы, как верующие, должны сказать ничего. Мы должны отпустить это, простить и создать нечто новое, что Господь дает вам. Часто мы начинаем сравнивать. У вас, может быть, есть подруга, чья мать такая чудесная, а ваша нет. Мы должны помнить о том, какой была жизнь нашей мамы. На каком основании она строила. Некоторые мамы лишь на второй главе, а мы сравниваем их с теми, кто уже на сороковой. У многих мамы не служат Господу, и это должно помочь вам явить еще больше благодати, еще больше милости к ним. Вы должны молиться за них также. Аминь. Еще один вопрос. Какие две вещи о материнстве каждая мама хотела бы объяснить своим детям? Это непросто. Это непростой вопрос, или именно это ты хотела передать? Вопрос простой, и это ответ. Кто-то может подтвердить это? Есть такие мамы, а? Я, знаете ли, учусь этому на ходу, потому что, очевидно, никогда не делала этого. Кроме того, я не хожу в страхе, но иногда пугаюсь от мысли, настраиваю ли я своего ребенка на успех, делаю ли лучше из того, что могу, чтобы она была готова к этому, и многое другое. Это одна из многих вещей, с которыми у меня есть проблемы. Я учусь этому на ходу, принимая советы мамы и свекрови, но в то же время никто не может подготовить ее к жизни, кроме меня. Именно этого Бог и ожидает от меня, и Он дал меня ей. Опять же, я не хожу в страхе, но у меня бывают мысли. Если я наломаю дров, то она может упустить часть своей жизни, и я очень переживаю за это. Я стараюсь жить так, как верю, и всегда молюсь. Говори. Она все сказала. Она все сказала? Да. То есть итог таков, это непросто, да? Обратите внимание на то, что это говорят молодые мамы. А что говорил Крис? Он говорил, не убивайте своих детей, потому что будут и получше. Будут внуки, и это здорово. Хочу сказать, что мы ощущали то же самое. Здесь есть мамочим детям по пять или меньше? А? Поднимите-ка свои руки. Пусть Бог будет милостив к вам. Послушайте, вы сможете. У нас, Синди, были такие же времена, как и у вас. У меня были дети по пять и шесть, трое в памперсах, и двое не умели ходить. Да, вот так вот. Это поднимает понятие непросто на совсем другой уровень. Но мы пережили это. Друзья, вы тоже переживете. Вам кажется, что вы уже готовы рвать волосы на голове, но ничего. Примите ванную, и вам станет полегче. Все в жизни. Бывает первый раз, первый ребенок, второй полегче, третий еще легче. Сейчас я хочу обратиться к детям. Проявляйте к мамам милость. Проявляйте к нам милость и благодать. Мы всегда желаем вам лучшего, хоть вам может казаться иначе, но на самом деле мы желаем вам только лучшего. Как сказала Сара, мы учимся этому сами, как идти за Господом, как слушать Его и слышать. Поэтому проявляйте к нам милость. Я считаю, что милость важнее суда. Во всех обстоятельствах проявляйте милость, потому что родители находятся в разных главах жизни. Многие люди приходили к нам и говорили, как бы мне хотелось знать это, когда я воспитывал детей. Или вот если бы у меня были такие инструменты, как у вас, когда я был молод. Вам нужно проявлять милость. Люди стараются, ну, по-любому стараются. Вы должны быть благодарны за то, что они родили вас. Очень хочу услышать на это аминь. Они жертвовали ради нас. Я благодарен за маму, за папу. Я не буду указывать на то, что мама не сделала настолько хорошо, насколько могла бы сделать. Но я ценю все то, что она сделала хорошо. Я очень благодарен Богу за мою маму. Да, она очень много старалась, выкладывалась каждый Божий день. Аминь. Да, давайте поаплодируем им. Она потом спросит меня, а что я делала хорошо? Я скажу, ну, не знаю, я даже не помню, мам. маму. Как вы решаете вопрос сравнения с другими мамами? Бум! Вот так тут бывает. Ведь женщины склонны сравнивать, да? Да, да. Я размышляла над этим вопросом и говорила о нем с мамой. Мой дом не выглядит всегда идеально. Есть люди, у которых идеально все. Я бы хотела быть такой, но не могу. Реальность не позволяет мне быть такой. Это постоянная битва. И вот что бывает, когда я начинаю сравнивать себя с другими. Это не значит, что я не хочу, чтобы у другой женщины было так, а у меня по-другому. Одним словом, я вдохновляюсь этим человеком. Вы понимаете, когда мы сравниваем себя с кем-то, то это лишь потому, что нам нравится, что они делают. Вы бы жить так же. Возможно, нам, как женщинам, и стоит сравнивать себя с другими, но пусть это сравнение лишь вдохновляет вас, а не наоборот. Именно так я пытаюсь делать это. Исключительно ради этого. Исключительно ради вдохновения, чтобы стать лучше, чтобы усовершенствовать себя в каких-то вещах, знаете ли. чудесно, проповедуй. Однажды я сказала своей знакомой, когда ты поступаешь так, то я очень переживаю, потому что мои дети никогда не получат этого. Я не такая, я не такая, как моя мама. Я сравниваю, говорю, о боже, у нее дети по 5 и 6, а у меня один, которому два, и я не знаю, что делать. А потом я сказала этой знакомой, но я не хочу, чтобы ты менялась, ты молодец, ты мотивируешь меня быть лучше. И я посмотрела значение слова сравнивать. Это значит взять две вещи и увидеть в них общее. Для женщин это означает следующее, это моя мать, а это я, потому что разница действительно такова. Вот только она больше похожа на это, а я на то. Она такая красивая, цветущая, зелененькая, свеженькая. Сара должен сказать, что у Синди не было много зелени дома, когда вы были маленькими. Я говорил ей об этом, а она отвечала, я ращу детей, а не траву. Я сосредоточилась на детях. Так вот, если я сравниваю себя с ней, то это не от Бога. Бог не делает ничего одинаковым. Все мы выглядим по-разному. Мы разные внутри. Мне понадобилось 17 лет, чтобы принять свой нос. Но вместо того, чтобы сравнивать, нам нужно создавать общность. Я имею в виду людей, которые стремятся к одной цели. Мы хотим наставлять детей на пути Божьи, хотим делать это как можно лучше. Я создала отдельную учетную запись в соцсетях, чтобы делиться историями о тех безумных вещах, которые делают мои дети. Мне хочется плакать от этого, но я стараюсь смеяться. Часто мы хвалимся хорошими днями. Но есть люди вроде меня, которые думают, ни у кого не бывает таких безумных дней, как у меня. Я ощутила призыв создать нечто подобное. Женщины пишут мне, благодарят за это и рассказывают о своих детях. Знаете, что вы не одни. Мы не можем сравнивать свой худший день с чем-то лучшим днем. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, мы должны просто понять, что должны сделать лучшее из того, что есть в наших силах. Это все, чего Бог хочет от нас. свое делать дело, а не быть как кто-то другой. Синди тоже говорила об этом. Мы мужчины должны быть осторожны, чтобы не сравнивать своих жен со своими мамами. Она не моя мама, она моя жена. Я жена. Я хотел добавить еще что-то, но не буду. Она не моя мама, а моя жена. Это не значит, что я в свое время не делал ошибок. Он отлично справлялся с этим. Его мама подавала ему завтрак в постель после того, как он вернулся из армии. Представляете себе? Завтрак в постель. Не надо. Отбивная на завтрак. Отбивная на завтрак. Стой, стой, она что ты хочешь на завтрак. Я могу приготовить тебе яйца. Нет, давай отбивную. Жареную курицу и, пожалуй, тосты. И она делала это. Она делала, а я лежал в кровати. Она приносила мне еду в постель, но если бы я испачкал постель, то, знаете, получил бы нагоняя. Но он никогда не сравнивал меня со своей мамой. Он никогда не говорил о моя мама. Никогда. Только с печеньем. Однажды она испекла печенье, которое не ела даже собака. Я сказал ей, милая, у моей мамы печенье получше, а она сразу такая, о, твоя мама. Ты запомнил только плохое печенье. Я помню, как сравнивала себя со своей свекровью. Я не просто хотела угодить ему, но так уважала ее, что хотела угодить ей. Она никогда не намекала на это, но я не хотела, чтобы, придя ко мне, она подумала, зачем я согласилась отдать его этой ужасной женщине. Я помню, как натирала все до блеска, как старалась держать дом в полной чистоте. Да, я делаю то же самое, когда приходит свекровь. Моя мама может прийти и дом будет как после бомбежки. Это не имеет никакого значения. Но если ко мне должна прийти свекровь, караул, просто спали его, все. Пастор Дэн не сразу понял шутку, но вернемся к сравнению. Мы должны, мы должны принять то, что Бог сделал нас такими, как мы есть. Я пытаюсь преображаться в его образ, но оставаться при этом собой. Он хочет, чтобы мы были уникальными. Это важно. Как это выглядит в моей жизни? Я должна быть подобна Христу, являть плоды Святого Духа и принимать тот факт, что моя жизнь будет отличаться от жизни других людей. Аминь. Последний вопрос. Вы готовы к последнему вопросу? Кто из вас узнал что-то новое? Хорошо. Что для вас сложнее всего в материнстве? Для меня сейчас это баланс. Я пытаюсь понять, как быть мамой, женой, работать, служить, когда ходить по магазинам с детьми. Стоит ли пристегивать малышку к себе, если нужно купить много всего? Я никогда не забуду, как ты сказала, когда я куплю все продукты, то мне сначала посадить ребенка в горячую машину или оставить ребенка в тележке и сначала положить продукты. В общем, вопросов очень-очень много. Сначала я не понимала, о чем она говорит вообще, а когда у меня появился ребенок, так вот, трудность в том, чтобы во всем разобраться. Я хочу, чтобы она сказала о психическом, физическом и духовном здоровье. Я еще не достигла этого. Я пытаюсь разобраться в том, как жить в балансе и здоровье с двумя маленькими детьми, как ухаживать за ними правильно и при этом быть Господом. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. субтитры и